Друзья, я Александр Печух, сегодня отвечаю на вопрос, можно ли общаться с мертвыми духами или нашими предками родственниками. Вообще-то, если вы не заметили, многие, кто из ясновидящих и медиумов обладают большим опытом, они понимают, что наша земля буквально населена настолько тесно покойниками и духами, что уже не протолкнулся. Псическое тело иногда может даже не ощущать, но чувствительное тело, энергетическое, как говорится, развитое, оно понимает, что слишком уж тесно, как говорится, мы чистим и что только не делаем, но духи, как ходили, как говорится, через стены и везде, так и гуляют. Поэтому, естественно, чаще всего дети с детства видят и ощущают этих духов, и во время всяких погаданий и так далее детских, как говорится, вызываний, легко приходит любой дух и общается. Возможно, даже родственника, возможно, вообще неизвестный какой-то солдат, убитый давным-давно на поле брани, где сейчас построили гигантские дома или роскошные коттеджи. Никто об этом не знает и не замечает. Но духи готовы общаться с людьми, естественно, у них есть свой путь, и, естественно, они хотят выйти из данной ситуации, или суицидники хотят пройти, как говорится, свой путь, выполнить свое предназначение и пойти дальше, как говорится, в перерождение. Но также есть и негативные духи, которые, естественно, и после смерти мстят, и хотят отомстить за что-то, и как были убийцами, как говорится, маньяками, то такими и остались, и еще и на том свете пытаются погадить. Ну, плюсы сообщения с духами, это, естественно, для медиума или человека, у которого есть болезни и какие-то проблемы, они могут это описать, они это видят так же, как экстрасенс. Плюс физическое тело их уже не беспокоит. Они такие же, в принципе, выглядят внешне, так же, как живой человек, ничего у них там не изменено, как некоторые говорят в фильме ужасов, ужастик, нет ничего подобного. Фантомная структура такая же, как говорится. Поэтому общаться можно, но осторожно, если вы видите, что резкая откачка человек вам лжет, или вообще посторонний человек, или во сне человек мертвый приходит, естественно, на контакт надо идти и помочь, возможно, мертвому, чтобы он пошел дальше. Так сказать, жнец его взял, и человек пошел перерождение, так сказать, выполнил свою функцию уже, чтобы он зря здесь не ходил, и не тратил свое энергетическое время, и не стал потом энергетическим паразитом. Всем удачи и успехов! С вами был Александр Пичуев. Я вам пожелаю здоровья. После просмотра подписывайтесь на канал, ставьте лайки, удачи, будет много чего интересного.